Трудно научиться стрелять. Что главное? Я имею ввиду не конкретные прикладные вещи. Как стать хорошим стрелком? Знаете, это, наверное, кому-то дано, кому-то не дано. Скорее всего, так. Точно так же, кому-то дано водить автомобиль, кому-то не дано водить автомобиль. Правильно? Кто-то хорошо рисует, кто-то не может рисовать. Так, наверное, это. Кто-то может стрелять, кто-то не может. Ну, главное, наверное, немаловажное, что вещь – это оружие надо любить. Конечно, конечно, безусловно. Даже вот по опыту Донбасса всё-таки, да, у нас как-то было принято вообще. Пришёл с боевых, первый, что ты делаешь, это вообще не оспаривался, это делали все, это ты чистишь оружие, это ты любишь своё оружие. Только тогда оно тебя не подведёт, только тогда оно тебе спасибо скажет потом в бою. И это как бы, ну, это всё равно, что проснулся, встал позавтракать ложку, умылся, взял ложку. Ну, как бы, само собой разумеющийся. И вот, ну, в нынешнем молодом поколении, вот, наверное, может быть, мало им это дают, может быть, недостаточно, в недостаточном объёме как-то, ну, что ли. Ну, я считаю, что надо всё-таки готовить наше молодое поколение к возможным таким агрессиям, к возможности, чтобы люди понимали, что кроме нас самих, нас никто не защитит. Точно? Абсолютно. Вот это вот, кроме нас самих, нас не защитит никто. Вот, ну, осознание этого должно быть. Согласен. Ну, мне кажется, что в Сибири с этим осознанием чуть получше, потому что сибирский дух всё-таки присутствует. Сибиряки постоянно, в общем-то, двигали на запад и спасали. Да, ну, масса примеров, в истории масса примеров о воинах-сибиряках. Ну, хотя вот сейчас даже оспаривается, да, вот интересный момент есть, так называемый Можайский десант, наверное, слышали. Который без парашюта, да? Да, это когда стрелковые подразделения выбрасывали снег без парашютов. Ну, это оспаривается, но в немецких дневниках нашли данные, подтверждающие вот это событие. Вот, и вы знаете, там, вот в этой высадке участвовал именно сибирский полк, сформированный в городе Бийске. То есть, ну, как бы, давно не оспаривается смелость и самоотверженность воинов-сибиряков. Знаменитая песня их оставалась только трое на безымянной высоте. Там ведь тоже были воины-сибиряки. Двое из этих людей, вот из тех, реальных, осталось двое живых. И оба парня, выживших, на той безымянной высоте были новосибирцами. Я опять возвращаюсь к тому, что молодому поколению, когда все это начинаешь рассказывать, они начинают все это очень внимательно слушать, они начинают все это усваивать. И вы знаете, наши уроки мужества всегда заканчиваются таким патриотическим подъемом у ребят, честное слово. Вот это радует. Это радует все равно. Я считаю, что надо это делать. И больше, чем мы это делаем.